Чего ты читал-то сегодня? Евангелие. А эту всю прочитал? Да. Большую-то? Все рассказы прочитал? Все, что интересно было, прочитал. Ну а че другие не прочитал? Прочитал бы все. Дай бабушке прочитать. Позвони, прочитают. Креста. Принеси ее в комнату, пусть почитает, чем в интернете-то сидеть. Хорошо. Ну понятно. А не холодный класс, нет? Ну что тебе подарит-то этот? Не знаю. У него все болит. Злой, сердитый. Меня сегодня Юлька там где-то час помочила, я позанималась. Сейчас, наверное, полтора спортом там. Ну вот. Пока доехала домой, дошла, уже в 8.23 было. Ехала на 325 маршрутке от Удельной. Потом еще пешком шла с науки. Потому что ничего не идет. Прямо-то сюда. Ну вот. На работе у меня сегодня народу было немного. Но план я сдала. Молодец. Четыре тысячи я сдала. Три осмотра, серебрение и чистка зубов. Ну вот. Заказы я отдала сегодня. Мне почти все отдали. Осталось только два человечка. Четверку вижу. Вот. Завтра у меня записано на роду немного. Три человека. Но я надеюсь, что так может дойдут. Ну вот. Пришла эсмска, что выявление это скидки на зубные пасты. На все зубные пасты 30%. Ну вот. Так что не знаю. Если завтра до работы забегу, вакету куплю пасты. Потому что в среду нам будет неудобно с тобой. Потому что в среду мы получим фаберлик. И с этими куртками, пакетами покупать пасту вакету неудобно будет. Ну позвонишь, я тебе скажу какие. Что ты мне скажешь? А. Это самое. Скажи мне еще одну вещь. Зайди в этот интернет на фаберлик. Посмотри. Этот самый. Заказ-то на какую сумму у меня? На 10. 350. Загляни быстренько. Посмотри. Чтоб мне завтра заплатить. Чтоб мне в среду не бегать. Не оплачивать уже в среду ничего. Сейчас. Да, посмотри сейчас. Ты слышишь меня, нет? Да, я слышу. Захожу. Я тебе хочу сказать, что нам, наверное, с тобой не придется ехать на дочь с ночевкой. Мы там просто замерзнем с тобой. Да ну. Да. Мне кажется, дом настолько там промерз. Нам с тобой надо будет ехать просто вот на 9 часов в электричке. В 12 будем там. Ну вот. Все закроем как надо и поедем там на 5 часов. Покушаем, подогреем чайник. Еду согреем какую-нибудь. Покушаем и домой поедем. Ну вот. Я что-то как-то не верю, что даже внизу-то дом прогреется. Ну вот я зашел. И что мне теперь нажимать? Ну посмотри, набери там мои заказы или что-нибудь. Нажал. Ну посмотри, какой там, 10, сколько. Так, итоговые суммы заказов. Да. 23 612. Нет, это не то. Не итоговая сумма, а последний как бы так вот заказ вот. Так, сумма заказа. 10 000. Сумма заказа, говорите? Да. 10 285. Ага, 10 285. В общем 10 300 надо положить тогда. А сумма к оплате 10 434. А, 10. 10. 434. 434, ага. Значит 10 450 надо тогда. Ага, все ясно. Ладно, хорошо, спасибо. А что ты еще сегодня делал? И еще какой-то там написано. Собирается. 1448. Ну вот этот, наверное, и собирается. Там не написано, когда я его отправляла? 24 октября собирается. Получение. И вот он 10 400. 1448. 1448. Нет, он 1000 не может стоить. Ну тут 2 написано, платить надо. Ну какие, говори еще раз. 1448. 1448, ага. Ага. И 10 434. Ну-ка сплюсуй на калькуляторе все вместе. У меня в голове сейчас не удерживается все. Красный калькулятор там лежит. Да. Считаю. Один. Плюс. 11 тысяч. Ага. 882. 882. 11 900, короче говоря. Ну да. 11 900. Ладно, хорошо, Роман, спасибо. А что ты еще сегодня делал? А вот этот, там у тебя где-то распродажа, этот, костюм такой, вот этот, костюм вот который я ношу, свет, серенький, как термобелье. Там распродажа. Ты тут? Да. Ну и что? Я хотела еще заказать такой костюм. Надо было раньше говорить. А что, уже нету? Возможно, что нету. Это было, это самое, предыдущие два каталога это действовало. Я увидела, вот тут. Я эти журнальчики давно клала. Ну ладно, все, в общем. Ничего нельзя заказать, все. Я эти листочки клала давно. Ты уже два раза могла их заказать. Ага. Я только увидела. Ну, потому что в интернете сидишь все время. Поэтому только и увидела. Ты уже должна была давно увидеть. Там и бордовые появились, брусничного цвета. И вот эти. Так что не знаю. На брошюрке написано, какая компания? 14-я, 15-я? Сейчас. Вот на этом, что бабушка. Что там на тоненьком этом листочке написано? В верхнем правом углу 14-15? Это ты мне говоришь? Да. Так, в верхнем правом углу. У нее. Возьми ли журнальчик этот, в котором она увидела? Бабуль. Слышишь? Где журнальчик этот? Вот. Вот где-то в этом был. То ли на этом, на стаде, то ли здесь на кухне. Ну, понятно, в общем, все. А что ты еще роман делал сегодня? Я увидела краску. Читал в интернете там всякие. В Бордовой увидела. И этот. Вот журнала в журнале вложено. Вкладка в журнале. Есть тут Эйвен? Ты мне даешь, что другой совсем. Не Эйвена. Побородист какой-то. Ну, понятно. А прочитала про этого? Все прочитала про этого? Нету здесь. Там не читала. На столе. Нет, еще не читала. Ааа. И скажи мне, пожалуйста. Вот штабка она. Вот она. Скажи мне еще одну вещь, Роман. Че ты там новую фотографию выставил мне? Вот. Мне там говорят, Оксана, ты сменила этот. Вот. Ну, вот мы нашли. Вот смотри, что я тебе сказала. Начало журнала, где написано. В верхнем углу написано. Какие компании? В журнале, в основном не на этой. 14-й, 15-й. Да, да. На листочке на этом жале. Да, да, да. 14-й, 15-й. В журнале написано, какой компании относишься. Ну, говорите, 14-й, 15-й написано. Ну, вот они, вот я с них и заказывала. Они уже... Раньше надо было думать. Я такого не делала. Две компании уже месяц. Журналы эти болтаются. Меньше надо смотреть интернет. Я тебе кладу журналы и показываю. Говорю, вот смотри. Ты не смотришь. Рома, зачем ты выставляешь фотографию какую-то новую там? Ну, что? Голубой рубашки я. Зачем ты это выставляешь? В какой рубашке? В джинсовой, голубой рубашке. Зачем ты мне сменил фотографию? Зачем, почему ты меня не спрашиваешь? Это ты где стоишь около этого? Да где бы я не стояла? Унивых. Где бы я не стояла? Ты должен спросить моего совета. Да ничего я не выставлял. Успокойся. Нет, ну ты сменил. Мне сегодня показывают в телефоне, что вот Оксана, ты сменила там этот, свой там этот. Чат или что там этот самый. В контакте? Нет, не в контакте. А то, что в телефонах у людей вот это. Чипы, дрипы, что там вот эти в телефонах? Где ты сменил, поставил? Не знаю. Я не знаю, о чем ты говоришь. Ну ты же сменил ведь фотографию. Ничего я не сменял. Ну куда там взялась у тебя в рубашке фотография? Я стою, когда мы с тобой фотографировались. Не знаю, о чем ты говоришь, не знаю. Вот то, что мне вот этот, Ленкин муж присылал вот эти фотографии, допустим, всякие вот эти. Вот на такого типа вот тоже. Ватсап этот? Да, ватсап. Я ничего там не выставлял, клянусь тебе. Ну а что за фотография? Я тоже не выставляла в голубой этой рубашке джинсовой себе. Откуда она там взялась? Почему мне ее сегодня показывают и говорят, Оксана, ты сменила? Ты сменила вот этот ватсап или еще что-то? Откуда там эта фотография? Что она самопроизвольно там взялась? Господи, какие все сложности, мама. Да вот, а не надо лезть в мою жизнь. Не надо без меня какие-то фотографии мои выставлять. Стоит фотография та. Я тебя просила поменять мне страницу. Какую страницу? Когда я тебя просила, ты мне что сказал? Ты мне что сказал? Подними. Подними ее. Типа этого. Я тебя просила, для тебя это сложно было. А менять фотографии мне там на ватсапе, там на драцапе, там на этом всем, там у тебя хорошо получается? Выставлять все фотографии мои в интернет, чтобы все видели? Я ничего не выставлял. Ты прекрасно получаешь. Не знаю, я не помню уже ничего. А не надо это делать. Почему все фотографии должны быть доступны? Почему все должны видеть это? Почему они не на замке, вот на моем вот? А ты видел эту фотографию? Я это могу видеть, и все, никто другой, никто. Ты видел эту фотографию? Да, видела, мне показали. И ты стоишь в Женцово этой? Да. А где стоишь именно? Где? В центре? Где вот эта вот... Становка там какая-то, вот эта, с Невы. Недалеко от Эрмитажа. Главное, ты сменила. Я говорю, я вообще не знаю, я вообще ничего не меняю. Ну... Жалко, у меня не было сил сегодня взять интернет с собой, ноутбуку этот... А при чем есть планшет-то? Это в телефоне. Ну а кто в телефоне влезает? Кто в телефоне влезает? Кто в телефоне влезает? Кто меняет мне там фотографии? В твоих рук дело, в твоих. Почему ты, например, не спросил моего совета? Мама, ты не будешь против? Или там давай сменим, как-то не хотела бы там обновить что-то? Почему ты это делаешь все без меня? Устройся на работу без меня. Без бабушки. Вот возьми и устройся на работу, чтобы, как говорится, никто тебе не говорил об этом. Взял и пошел. Вот ты вот тянешь резину, ты думаешь, прямо так легко вообще вот найти работу. Сейчас уже будет очень сложно найти работу, потому что зима уже. Вот летом, еще в начале весны, вернее не весны, а осень, еще легче найти. А сейчас уже будут все места забиты. У тебя хлестнет, как говорится, за жопу хлыст. И ты начнешь бегать и убегаешься, чтобы устроиться, когда у тебя уже будет желание устраиваться. А нужно пробивать самому себе дорогу. Не ждать, когда мама придет и скажет, возьмите моего сыночка на работу. Ты должен сам говорить и доказывать всем, что ты, извините, не лось. И показывать, да, я это смогу, я это сделаю, я научусь это. Не занижать себя, не занижать свою самооценку. Взять смелым голосом, позвонить, здравствуйте, я по поводу работы. Вот у вас была вакансия, такая-то, такая-то. Еще можно там на эту тему, как говорится, поговорить? Еще есть у вас вакансии, можно приехать? Все, кто тебя съест? Вот ты лучше вот это делай смело, а не нагло, а не нагло. Выставляй фотографии там, бабушку там фотографируй, стихаря из-под тишка и выставляй. И нервы ей срывай, нервотрепку ей устраивай. Ты не это делай, ты лучше звонками своими доставай людей и находи свою работу. Даже не то, что свою, свою и себе работу. А ты понимаешь, только нервы мотаешь и маме, и бабушке вот этими своими. Все загрузил в интернет, все, что можно. Каждую муху, каждого таракана, каждого паука, все в интернет. Всю квартиру наизнанку. Другие, как это, и Шерлок Холмс не найдет других закодированных. Фиг найдешь. А у нас все на виду, вот. Все, что у нас есть. Кто был, кто есть. Понимаешь, вот что получается. Он, Сашку этого Юркина, вообще, и не найдешь и с собаками. И Шерлок Холмс не найдет через интернет. Вот действительно человек, как говорится. Фиг захочет, кто найти его и вычислить, как он выглядит. А у нас во всех, как говорится, сезонах. Зима, лето, осень. Везде тебя видно. Как ты выглядишь, в чем ты выглядишь. Вот надо сказать, что нужно убрать этого человека. Вот выглядит вот так и так. Все выстроится. Потому что все в интернете есть. Все о нем. Почему сразу убрать? Я тебе говорю, вот раньше, знаешь, вот надо у человека убить, убрать, как говорится. Как говорится, это, чтобы его не было, ухлопать его. Фотографию ее дают, как вспомни фильм «Брат-2», в аэропорту встречали. Вот распечатали фотографии, все и идет. В аэропорту видят все его, кто и чего. Так и тут получается. Все. Винник Оксана, и фамилия, и имя, и сын как выглядит. И, ну, всех. Всех. И бабушка Тоня. Все, понимаешь? Все на виду. Все доступно для всех. Не тайно, не тайно. А все раскрыто. Все, не переживай. И что тебе сказали? Знаете, я тебе хочу сказать, что у нас на работе, в этой 26-й поликлинике, там женская консультация и там Марина, главная медсестра. Ну вот. Уже много лет работала там, даже не главная медсестра, а главная кошерка. Ну вот. И вот, когда я летом ее видела, мы с ней встречались, я спросила, как дела там и все. Она говорит, вот кашляю. Говорит, никак все от кашля не избавиться. Ну вот. И в итоге, хотя каждый год делала флюорографию, обнаружили туберкулез. Я сейчас похудела, нервничает, все ее отпихивают, никто лечить ее не хочет. Какие-то пилюли ей прописали и все. Человек худеет и, наверное, умрет. Я тебе говорю, не увлекайся слишком много курением. Лучше возьми и почитай книжку. Отвлекайся, а не надо. Понимаешь, я не вижу смысла в твоем курении. Ты что там, приходишь там уставший, после работы как-то хочешь отключиться или что-то. Или ищешь работу, у тебя не получается найти, ты нервничаешь, куришь. Понимаешь, ты ничего не делаешь, но, однако, на курение подсело хорошо. Забегался уже прямо курить. Мне нравится. Ну, мало ли, что нравится. А раньше ты что говорил? Какой ты был противник курения? Ты забыл, какой ты был противник курения? Да. Ну, а сейчас прямо так тебе понравилось. Я тебе говорю, сделай так вот, три сигареты, не больше. Я и так так делаю. А у тебя, получается, слишком много ты бегаешь. У тебя дедушка Саша умер от курения. Дедушка Петя умер от курения. Не надо так увлекаться этим. И ты, к тому же, не зарабатываешь деньги на курение на табак. Да. Ну, отвлекся. Сел, почитал что-нибудь. Или в том же интернете задал, этот, вопросы. Работа. Точку. Ру. И поискал, посмотрел. Взял, выписал для себя в тетрадку. И позвонил. Ну, вот я смотрел уже. Сто тысяч зарплата. Модель. Ну, я в модели не смогу работать. Врач-косметолог. Ну, врач-косметолог. Ты напиши, работа без опыта работы. Где обучение есть? Зубной техник, керамист. Сто тысяч. Ну, это надо было учиться моя. Хочешь, пойдешь учиться. Ну, надо это, как ее называют. Надо тогда это заканчивать колледж, который я заканчивала. Только другой факультет. И там надо поступать. И учиться платно уже. Потому что образование, второе образование среднее уже платно. Ты ищи, смотри, такую работу, где нет опыта работы. Где обучение дают. Где обучение на работе. Вот надо было в центре занятости. Помнишь, мы стояли, смотрели перечень этих зарплат. Ой, не зарплат, а работ. Этих профессий. Которые, которые могут это дать. Ну, как бы обучить. У них как было не сказано. Помнишь, мы с тобой читали? Она сказала, что вы можете записаться, что вам нравится. Там слесарь. Там много было. Помнишь, там разных? Там. И повар, и это, и это. Ну, вот. Но она сказала, что как бы вы можете там несколько месяцев поучиться этому, но трудоустраиваться будете сами искать работу. Ну, вот. Помнишь? Я тебе еще тогда говорила, почитай специальности, которые есть у них. На которые они могут выучить. На, вот. А ты все не хотел нормально прочитать. Вот и до. На, вот. И поэтому надо смотреть работу такую, где как бы не требуется опыт работы. То есть пришел, тебе рассказали, показали, объяснили. И ты где-то делаешь уже. И вот даже Ленкин муж, с которым я вчера разговаривала, он сказал, что ну да, ну будет первый день волнения, там, какая-то неуверенность. На второй день уже увереннее, на третий день увереннее. Уже неделю отработал, уже все, как говорится, соображаешь, понимаешь и все. А никто тебя на работе не будет, там, прыгать вокруг тебя и скакать, там, что ты пришел на работу, там, ура, 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 там, и облизывать тебя. Жизнь, как говорится, пришел работать, значит, ты хочешь зарабатывать деньги. Работай, пожалуйста, и получай зарплату. То есть, говорит, не надо ничего бояться. Он с судимостью ходит, ищет работу. Ну и судимость. Его уже взяли бы на работу, из-за того, что судимость его не берут. Хотя, в принципе, человек хороший, вот по молодости там, что-то он там сделал, совершил, то ли драку, то ли, я не знаю. Ну, в общем, была судимость. Милиция задержала его. Вот. А парень-то хороший, мучается, хочет работать, и не берут из-за того, что судимость отказывает ему в этом. От такого можно вообще чокнуться. Угу. Собственного отца, что он там украл, там, телевизор, или что продал. Потому что, представь себе, он живет, и у него нет денег. Он здоровый мужик, хочет иметь семью, хочет сам себя обеспечивать, а у него не получается. Он рвется, когти рвет, чтобы на работу его взяли, а его не берут, отказывают. У вас судимость была. То есть можно просто брать петлю и вешаться. У тебя армия отслужена, то есть никаких судимостей нету. Только, как говорится, выполняй работу и все, которое тебе скажут, покажут. Надо было пойти, хотя бы, вот попробовать просто, хотя бы в каком-то гипермаркете просто выкладывать товар, хотя бы так поработать. Что там пьешь-то все? Ты не хотел бы пойти работать в автобус или в трамвай, проверять вот на этом аппарате. Там будет написано, оплачен проезд, оплачен. Скажут, какую кнопочку еще нажать, там тебе покажут, объяснят. Там будет написано, сколько остаток осталось на карточке. Просто иногда бывает, пассажиры спрашивают, а вы не посмотрите, сколько у меня денег осталось на карточке. Там есть функция, просто кнопочку нажал, специальную тебе скажет. Скажут. Ну, будет написано, что там. А что ты? Проезд 40 рублей стоит, что ты со 100 рублей не сдашь, 60 рублей сдачи? Много ума стоит, что это стоит. Или дадут тебе 50 рублей, а ты 10 рублей сдачи. Все. Больше никаких купюр не дают в автобусах и в трамваях. 5 тысяч тебе никто там не даст. Дают все сотню, максимум 500 рублей. А если 500 рублей, извините, 460 рублей, что тебе не сдашь? Сдашь. И в основном большей части у всех в карточке. Ну, все. Катайся в автобусе. Тепло. Утренние там смены, как бы вечерние. Ну, все, откатался, пришел домой. Там, как и автобус, как это вот Надя говорила, помнишь, он работает, что он работает, как ее, с 2 до 11. А утренняя смена там с 5 до 2. Все. В 2 часа пришел, уже домой свободно. То есть и так же у кондукторов утренняя смена и вечерняя. А можно с кем-то там договориться, с кондукторов. Там, может быть, автобус 1, а 2 кондуктора. Ну, вот. Кому-то нравится с утра работать, кому-то вечер. Ну, вот. Хотя бы кондуктором. Уже 20-ка-то всегда была бы. А может быть 25-27. Там вообще тоже никакого обучения не надо. Ну, и опыт работы там тебе все покажет. За один день все освоишь. Это не машина лазить. Или трамвай, или троллей. Ну, что, мамуля. Вот вы смотрели всю черту там, я не знаю, про машины вот это. Завод по производству машин. Я так и не поняла. Вы выписали телефон, чтоб позвонить. И вот этот вот телефон, скажи, попросил бабушке вот этот телефон, где она по уборке салонов там машин. У меня уже она выписала. Ну, так взял и позвонил, сказал. Здравствуйте, я по поводу работы. У вас еще есть вакансии или нет? Ну, вот. Может быть, еще не взяли никого. Может быть, не понравился, кто приходил. Ой, мамуля. Ну, они могут тебе сказать, да, подъезжаете у вас. Какое образование? Ты скажешь, автомеханик. Они скажут, замечательно, но нам ремонтировать машины не надо, нам надо только их в божеский вид приводить. Скажут, подъезжаете. Все, взял, подъехал. Чего ты боишься-то, Рома? Не надо бояться. Я сегодня опять плакала из-за тебя. Да что ты такая, блин? Потому что ты ничего не пытаешься делать. Ведь ты сказал, что все будет хорошо. Угу. Не верю я в это. Надо верить. Ты меня обманываешь, что ли? Как в песне поет. Все будет хорошо, я знаю. Сердечко-то как поет. Пойдем, я тебе это лекарство дам. Ладно, давай. Иди тогда. В общем, я поняла, а 11900 мне надо заплатить будет. Все, иди кушай, лекарство пей, и после урганта спать укладывайся. Поздно не ложись. Вечерний ургант. Да. Работаем, Роман, работаем. Все, давай. Лицо не забудь умыть. Сказать тебе итоговую сумму заказов? Нет, итоговая мне не нужна, это уже оплачено у меня. Итоговая мне не нужна. Мне надо вот последние вот эти вот, которые там 1400 ты сказал там. Да. И вот другой, который еще делается. Все, больше мне не надо ничего говорить. Все. Два собираются. Да. Все. Зубы не забудь чистить и не забудь лицом умывать. А бабушка может сказать, что вот каждый год делают люди флюорографию, и он туберкулез на работе у нас в 26 поликлинике у человека. Поэтому нужно руки мыть, туберкулезная палочка, может быть, где угодно. Сейчас больных где много. Я не верю вот эти, которые таджики, уздыки, которые приезжают к нам в Питер, что они все делают флюорографию. Я не верю в это. И поэтому приходишь ты с транспорта, мой конкретно, не просто водичка руки, а с мылом конкретно. Через деньги, через что угодно, всякая гадость это может быть. И чесотка, что руки потом чешутся, и по всему телу этот зуд идет, чесотка, что угодно. Руки надо всегда мыть, чтобы не подхватить ни гепатит С, ничего. Все, давай, короче говоря, таблетки принимай, почитай что-нибудь до органта, и потом органта посмотри, зубы почисти и спать. Договорились? Да. Все, давай, целую. Пока. Давай. 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 Продолжение следует...